Хоба, привет, с вами доктор Влад Сутра. Ну мой последний ролик вчерашний, вот это, я играл песню. Я поясню, мне тут написал один товарищ, вот который, ну, в смысле, из тех, кто ко мне приходит на YouTube. Вот, ну как-то вот он мне помогал очень хорошо, когда я искал эту гитару, ну и вообще консультировал. Вот он мне написал, что мог бы я сыграть для него и для его друга вот эту песню, они никак не могут разобраться, как лучше её сыграть, так попроще. Вот, он сам-то хорошо играет, а вот друг не очень, и вот для друга в основном для этого. Вот песню нежной в смысле, да, ну я попробовал таким подзаборным боем немножко, да. Ну вроде получилось. На ней, она, ну как сказать, на ней сложно играть. В том плане, что она тяжёлая, вот она просто, как говорится, вес у неё тяжёлый, ну в отличие от такой. От обычной акустической непривычной. Ну ничего, привыкну. Тут вот есть к ней этот самый, где-то лежит у меня ремешок. Вот, это первое. Второе, я, в общем-то, хотел бы, конечно, чтобы её, чтобы вы её всю видели. Вот, во-первых, она красивая, а во-вторых, ну вот расположение, где-то у меня рука-то, расположение пальцев. Может быть, кому-то это интересно, аккорды там. Ну, в общем, это, с этим совсем справимся. То есть, это мне, видимо, как-то подальше надо отойти, или как-то сделать камеру по-другому чуть-чуть. Вот, ну это придумаем. Спасибо всем, кто откликнулся. Теперь сегодняшние новости. Ну, сегодняшние ещё и вчерашние тут немножко есть. Главная вчерашняя новость. Депутаты Госдумы одобрили отправку солдат-срочников в Сирию, да. Это ужасно, конечно. Но это второй Афган, ребят. То есть, молодых мальчиков, 17-летних, будут посылать в Сирию. Ну, на уборь практически. Если уж там эти не выдерживают, значит, взрослые дяди, да, которые по контракту, то, не знаю, это, конечно, не очень хорошо. Ну, то есть, не то, что не очень хорошо, это гадость большая. Ну, вот, статья Алексея Навального, вот как он ходил. Его попросили, в принципе-то, да, в больницу сходить. Город Видное, по-моему, да, под Москвой. Да, и вот там всех увольняют. И Навального попросили вот это раскрутить, чтобы все знали. Вот, а главврач там на него орал. Я сейчас в ФСБ позвоню. Это приравнивается к терроризму. А что к терроризму? Они пришли разобраться просто, и всё. Почему всех увольняют? Ну, в общем, как-то так. Российский миллиардер Дмитрий Рыболоврев. Помните, я вам говорил, что в Монако задержали. Он отказался отвечать на вопросы следователей. А там и с ним ещё кучу задержали тех, кто причастен тоже уже из местных монаковских бандитов, как говорится. Министр обороны Австрии намерен вызвать военную атташе России по делу о шпионаже. Ну, вот Россия шпионила. В Австрии, в общем, там вскрыли какой-то крот сидел. Ну, в общем, продолжаются очередные гадости. Посольство России в США давно... Ага, они пишут. Давно перестали понимать, чего добиваются США санкциями по Крыму. И тут вот фраза одна интересная. Но они не понимают, это их проблемы. Девушка до меня, говорит, не доходят месседжи. А попробуйте ещё раз почитать. Ладно, так... Во-во-во-во... Крым, Крым. Обратили внимание, что на этот раз в Писте оказались крымские санатории. В том числе лучший в мире спа-отель. В Крыму лучший в мире спа-отель. Ну, в общем, сам не похвалишь. Кто же ещё похвалит? А, потом Дмитрий Гудков пишет. Они сидят тут с каким-то другом в кафе. Вот. Вдруг привет, милая девушка незнакомая. Ну, привет. А дальше начинается спектакль под запись нескольких телефонов. Как ты мог меня бросить? Ну, то есть вот провокация такая, понимаете? Помнится ещё, дальше он пишет. Ещё Марк Твен рассказывал о том, как во время его участия в выборах на трибуну поднялась женщина с кучей детей и потребовала вернуться в семью. Хорошие рецепты не стареют. Ну, то есть совершенно посторонняя женщина. Якобы он бросил семью там и так далее. Да. Ну, Пригожин, конечно, к этому. Какой разговор? И как раз вот огромная статья. И называется она «Повар со своими тараканами». Почему тараканы? Не то, что в голове. Настоящие тараканы. Это вот насчёт фабрики троллей рассказывает экс-соратник Евгений Пригожин. Огромная статья. Как вот они делали. Как человек там, допустим, человека подкладывали под машину. Ну, своего же, что якобы его задавили там. Ай-ай-ай, да. Потом буквально для того, чтобы, ну, как это, получить деньги какие-то. Да, вот сейчас. Слова забываю русские. Ну, короче, тараканов в больнице разбрасывали. Представляете, чтобы в эту больницу не поступали дотации. Чтобы все дотации шли в какую-то другую. Там вот, которую им показали. Понимаете? Где тараканов подбросят. Где крысу подбросят. Понимаете? И всё это на записи. Всё это в эфир. Что, мол, вот какие плохие больницы. А у нас самые лучшие. Понимаете смысл в чём, да? Вот. Ну, и очень-очень много всего. Ещё и похуже. Вплоть до убийств. Вплоть до, ну, в общем. Обо всём этом он рассказывает. Вот. Просто залезьте в новую газету. В блок новой газеты. И там повар со своими тараканами. Ну, или на их и почитайте. Вот такие сегодня новости. Всего хорошего. И. Нет, ещё одна новость. Обсуждают раскол в американском обществе. Ну, вот. Голосование Трампа. Да не будет у нас никакого раскола. Чего вы переживаете за нас, да? У нас всё хорошо. Вот. Вы давайте вот со своими тараканами разбирайтесь. Всего хорошего. Доктор Лат с вами. Спасибо.